Друзья, привет! Мне один из моих подписчиков сегодня задал очень интересный вопрос касательно сегодняшней новости о том, что российские брокеры начали предоставлять доступ к зарубежным рынкам, минуя СПВ-биржу. В частности, об этом заявляли Тинькофф, БКС, Финам, Ивлгокапитал и Инго Страх Инвестиции. Вопрос был в следующем. Стоит ли через российских брокеров выходить на зарубежные рынки? Или не стоит? И какие могут быть риски? Давайте поговорим о том, как они физически, наши российские брокеры, это делают. Посмотрим это на примере Финама. Финам планирует давать доступ на Найс и Наздак через брокера Just2Trade. Это Кипр. То есть, в принципе, инфраструктура СПВ-биржи не задействуется. И таким образом, у вас нет рисков, что если вышестоящий депозитарий СПВ-биржи B&Y Mellon вдруг по какой-то причине откажется взаимодействовать с СПВ-банком, то у вас будут какие-то проблемы. Этого риска у вас нет. У вас нет риска, связанного чисто с российской инфраструктурой. Но, стоит ли через российского брокера выходить на зарубежные рынки, даже минуя СПВ-биржу? Мое мнение нет. И я вам сейчас объясню, почему. Давайте я вам скромненько напомню о том, что было в подобных случаях. Первое. Я напомню вам ситуацию 2021 года, когда Interactive Brokers прекратил работу с партнерами из России. И тогда он лишился на какое-то время возможности выходить на американские рынки, потому что Interactive Brokers был прайм-брокером для него. Поэтому, если у российского брокера будет прайм-брокер какой-то крупный, нормальный, международный, скорее всего, это будет прайм-брокер из недружественной страны. И, скорее всего, есть риски повторения ситуации с Interactive Brokers образца 2021 года. Если этот прайм-брокер будет маленьким, не очень заметным, то есть риски повторения истории с Sava Capital образца 2022 года, с которым столкнулся брокер БКС. Поэтому, мое личное мнение, на эту новость реагировать скептически. Понимаете, если вы хотите минимизировать риски, то если прайм-брокер, то есть вышестоящий брокер, через которого российский брокер будет выходить на американские рынки, это будет мощь, то давайте объективно с вами рассуждать. Скорее всего, этим прайм-брокером должен тогда быть какой-то крупный брокер из, скорее всего, недружественных стран. То есть это Америка или Европа. И тогда есть риски повторения ситуации с Interactive Brokers, когда вам скажут, всего доброго, мы разрываем с вами отношения, и вам придется вновь искать вопросы и ответы на вопросы под названием, а что мне делать с вами с зарубежными инвестициями, куда мне их переводить, что с ними делать, срочно надо продавать, фиксировать и так далее. Не вариант. Либо это будет что-то мелкое внутреннее, и тогда есть риски, что с этим мелким внутренним что-то может действительно пойти не так. Поэтому если вам ваш российский брокер говорит, все, мы выходим на зарубежные рынки, минуя СПБ, то вам нужно уточнить, кто является вышестоящим брокером. Если это что-то крупное, то надо уточнить, это не дружественная страна или дружественная. Скорее всего, это будет не дружественная страна, то есть Евросоюз или Соединенные Штаты Америки. И тогда у вас есть риски повторения истории с Interactive Brokers, когда в какой-то момент, в случае усугубления геополитических рисков, Prime Brokers делает ручкой вашему российскому брокеру, вам придется продать ваши позиции для того, чтобы они не были сблокированы. Если это какая-то мелочь, то есть риски, что здесь будет проблема с ликвидностью и бумаги могут быть просто на какой-то момент недоступны. Поэтому мое личное мнение, если вы хотите выходить на зарубежные рынки, минуя все возможные инфраструктурные риски, мы делаем очень простое решение. Если у вас нет ВНЖ, ПМЖ и гражданства другой страны, вы открываете брокерский счет в дружественной для Российской Федерации стране. Ну, например, это Freedom Finance Казахстан, ну, например, это то же самое БКС Эмираты. Напрямую там, не через Россию, а напрямую в Казахстане или в Эмиратах, и тогда будет все спокойнее. Если вы хотите открыть брокерский счет в Interactive Brokers напрямую или в иной какой-то недружественной юрисдикции, надо запастись ВНЖ, ПМЖ и гражданством другой страны, чтобы если вдруг вам укажут на ваше российское резидентство, вам было что ответить, и вы сказали, нет-нет, ну что вы, у меня вот мое резидентство, я давно уже не российский резидент, пожалуйста, поменяйте. Тогда все будет нормально. Ну, конечно, при условии, что не получится ситуации, что вы поменяете резиденцию, а будете продолжать выходить из России. Это будет легко отслеживаемо, и тогда у вашего брокера могут выйти к вам вопросы. А как же это так? У вас резиденция не российская, а вы выходите только из Российской Федерации. Поэтому, дорогие друзья, я все еще придерживаюсь своей старой точки зрения. Хотите выходить в недружественные государства, на недружественные рынки, работайте через стопроцентную зарубежную инфраструктуру. Нет ВНЖ, ПМЖ, гражданство другой страны. Работаем через дружественную для российского паспорта пока еще инфраструктуру. Не надо городить огород. Через российского брокера, мое глубочайшее убеждение, пока все не разрешится, берите только либо российские бумаги, либо бумаги в дружественных валютах, ну то есть там условно облигации в юанях и так далее. Не надо своими руками себе городить инфраструктурные риски. Ссори за занудство, но мое мнение именно такое. Я надеюсь, я ответил на вопросы моего подписчика. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментарии. И в комментариях я оставляю, в частности в ссылках, ссылочку на мою телегу и на мою персональную консультацию, если у вас есть соответствующие вопросы. Обратите, пожалуйста, внимание. На этом все, дорогие друзья. На этой неделе я обещаю вам выйти с ответами на все вопросы, которые накопили за это время. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы это не пропустить.